Идемте, дорогие друзья, прогуляемся по Европам, там весело у них в этих Европах. И хочу начать с одного известного политического болгарского деятеля, болгарского деятеля, Костадин Костадинов, болгарская оппозиционная партия Возрождений. И, знаете, кадры вот в голове всплывают, когда Рада время от времени блокировала микрофон, там бегали, закрывали, там, ну, демократия переросла в рукопашную на Украине. Ну и вопрос, ну, мне только в голову вспомнились эти кадры, или есть еще какая-то связь? Ну, я, во-первых, считаю, дорогие друзья, что нам надо с юморком по жизни. Вот есть такая болезнь, я в последнее время ставлю диагнозы, значит, там, политический комплекс неполноценности. Господин Боррель яркий тому пример. Вот, а вот есть политическая шизофрения. И вот вопрос, политическая шизофрения передается, или это только по наследству? Или приобретается? Ну, мне кажется, что не только там сосудистокапиллярным путем, она, в принципе, передается реально через стенки. Мало того, она передается вот там в старые тоже времена перестройки, когда банки ставили заряжать перед телевизором. Главное верить. Так вот, я верю, что политическая шизофрения – это диагноз. Он передается даже, если ты смотришь на выключенный монитор. Ну, пять минут назад по этому монитору выступал кто-то по поводу Украины, или из Украины, и уже шанс, опасность, понимаете, вот как зомби, укусили тебя. Вот так вот информационные потоки срабатывают, и появляется политическая шизофрения. И Болгария – страна, которая побила рекорды в этом году по переизбранию своего парламента. Правительственный кризис прошлого года ярко выраженный. Страна обременена коррупцией, страна обременена ментальной оккупацией. Забыли все хорошее, у них теперь братушки – это натовцы. И смотришь на них – иди, вынадо отдаешься. Но, тем не менее, по поводу политической шизофрении. Ну, посмотрели они, как на Украине в Раде дерутся. И решили, что могут себе позволить то же самое. Но вот так вот сразу, просто так со скандачка не произойдет это. Поэтому нужен был повод. Ну, чтобы была потасовочка, чтобы там стали кричать. Болгарский язык славянский. И иногда там некоторые слова, они такие специфические. То есть ты понимаешь само слово, оно абсолютно славянское. Но смысл совсем другой. Ну, булка – это у них невеста, например. Поэтому сдобная булка – это совсем другой смысл. Или сладкая булка. А вот слово «незабавно», которое звучало в ходе пленарки, оно тоже очень специфическое. Ну, мне тоже оно понятно. Вот говорят «незабавно», а там уже потасовка начинается. Такие побегали друг к другу вот эти депутаты, но не подрались. То есть у них не хватило вот этой украинской задоринки. Политическая шизофрения у них умеренная. То есть не крайне агрессивная стадия. А произошло все очень просто. Дело в том, что есть такой политический герой – Костадин Костадинов. Партия Возрождения – оппозиционная партия. Я не могу сказать, что это сильная партия, но она яркая. И народное собрание, которое было, оно чем доминировало? Тем, что, в принципе, история продолжилась из ноября месяца. Потому что 22 ноября народное собрание Болгарии ратифицировало соглашение, по которому МВД Болгарии передает украинскому Министерству обороны безвозмездно, в принципе, устарелые, ну, по-немецки говорят «шрот». Я думаю, многие автомобилисты знают это слово. Бронетранспортеры каких-то там неимоверно старых годов выпуска. Ну, настоящий шрот. Лом, одним словом. Просьба не путать с новым понятием «лом» лидера общественного мнения. И вот эти вот старые броневики вроде как передали, а президент страны заблокировал. Для того, чтобы обойти блокировку президента, нужно было собрать заново народное собрание, получить большинство. И Костадинов выступил очень ярко и, в принципе, начал обвинять и достаточно сильно и жестко правительство Болгарии в том, что оно помогает Украине, а не своему народу. Слова у него были хлесткие. И в этих хлестких словах он говорил, ну, так, неприятно. И, в принципе, спровоцировал, что в парламенте началась эта потасовка, которую я назвал политической шизофренией. В принципе, политическая шизофрения лечится очень просто. И эта таблетка, которая лечит прям мгновенно политическую шизофрению, называется «реальность». Познакомьтесь с реальностью. Потому что, я считаю, это такое политическое моральное уродство, когда изображают из себя помощников. То есть вы передаете реально старые какие-то броневики, которые не могут на сегодняшнем театре военных событий не играть никакой роли, вообще никакой. И тем самым вы продолжаете агонию. Вы и не лечите, и не помогаете по-настоящему. Обманываете, если это ваши союзники, значит, ваших союзников. Ну, тут и взяли под козырек, отсчитались. А с другой стороны, а может быть, это такой тайный саботаж натовских устремлений? Ну, не дали новое, дали старое. Но на самом деле, я бы хотел верить, что есть саботаж и саботируют приказы Америки таким видом. Но дело в том, что Болгария не в состоянии ничего передавать. Просто не в состоянии. И, ну, внутри блока НАТО, я считаю, это замыливание глаз для галочки. По отношению к Украине, ну, отношение можно назвать таким коротким словом подло. С точки зрения непосредственно того, что говорил Костадин Костадинов, это действительно не только с Болгарией имеет отношение, а с Германией точно так же, бюджетная дыра. Вопрос. Вы действительно должны помогать стране, которая не является вашей союзник. С точки зрения Конституции, правового поля, с точки зрения ментальности, вы молчали, долго молчали, боялись, сделали вид, что ничего не происходит. И сейчас боитесь, братушки православные, говорить о том, что по-настоящему происходит, в том числе и с православием. И вдруг теперь нужно помогать. Как по мне, у меня нет никакого сочувствия, у меня нет никакого, там, я не знаю, даже солидарности с теми, кто был, может быть, на хорошей стороне в этот момент. Болгария – коррупционная страна. В Болгарии выборы почему так часто были? Потому что народ бунтует, потому что народ понимает, что есть очень узкий клан людей, которых олигархами не назовешь, но в то же время некоторые европейские деньги в том числе разбиливаются. Это Европа, которая учит нам правильно жить. И учат, а учат, но Болгария и Румыния в этом отношении показали способность славянских народов игнорировать Брюссельскую вертикаль, я, конечно, сейчас иронизирую. Они ее игнорируют именно в коррупционном смысле слова. И вот эта вот стычка и перепалка, которые там произошли, вы знаете, там объявили 15-минутный перерыв, чтобы не подрались они окончательно, чтобы пару выпустили. Ну, потом продолжил Костадин Костадинов свою речь. Ничего она не дает, потому что парламент все-таки большинством обошел блокировку по поставке оружия, которая была от президента.